Человек изучал окружающее нас пространство на протяжении нескольких тысяч лет. И за этот относительно небольшой промежуток времени мы успели обнаружить огромное количество загадок, которые скрывает в себе космос. Большая часть из них так или иначе поддаётся теоретическому описанию. Однако некоторые практически полностью ускользают от нашего понимания. И одной из таких является тёмный поток. Который по праву можно назвать самой удивительной тайной вселенной. Человек всегда пытался осмыслить всё то многообразие необъяснимых вещей вокруг нас. И наиболее успешно это удалось совершить в жанре фэнтези-игр. Одной из таких является экшен-РПГ Lost Ark, которая скрывает в себе огромный мир, наполненный приключениями и масштабными битвами. Погрузившись в неё, игрок сможет развивать своего персонажа, соревноваться с другими пользователями и даже заниматься рыбалкой, охотой и археологией. А в 2021 году разработчики игры порадовали пользователей новым классом Паладин, а также праздничным ивентом, в котором вы сможете получить уникальные новогодние призы. Скачав игру прямо сейчас, вы успеете попробовать на себе систему ускоренной прокачки и получить красивого маунта, который станет доступен всем игрокам, скачившим игру по нашей ссылке в описании. А теперь вернёмся к нашему видео. Тёмный поток – это название, данное возможному согласованному движению скоплений галактик, которое было обнаружено в 2008 году при исследовании реликтового излучения. Очень часто это явление можно спутать с движением, которое вызывает великий аттрактор. Однако тёмный поток – это уникальный процесс, природу которого объяснить не так просто. Согласно стандартной космологической модели Вселенной, движение групп галактик должно быть беспорядочным и хаотичным. Это объясняется тем, что все объекты в космосе имеют разное расположение и массу. Однако не так давно во Вселенной было обнаружено общее движение по крайней мере 1400 скоплений. И причина возникновения такой аномалии до сих пор неизвестна. Это открытие удалось совершить благодаря анализу данных космического аппарата WMAP, предназначенного для изучения реликтового излучения. А его авторами стали исследователи Александр Кашлинский, Фернандо Атрио Баранделла, Даниэл Кацевский и Харальд Эбелинг. Для того, чтобы зафиксировать это явление, группа учёных объединила данные WMAP с рентгеновскими наблюдениями. В результате выяснилось, что определённые группы галактик движутся со скоростью, достигающей тысячи километров в секунду по направлению к определённой части космоса и стремятся выйти за границу космологического горизонта. Протяжённость этого потока доходит до трёх миллиардов световых лет. Вероятнее всего, этот процесс может объясняться лишь наличием в этой области огромного объекта, который обладает массой, превышающую суммарную массу огромного количества звёздных скоплений. Что, безусловно, составляет очень большой показатель. Ведь средняя масса одного скопления составляет примерно 10 в 14 степени масс Солнца. Если это действительно так, то тут мы сталкиваемся с первым парадоксом. Для того, чтобы пересечь границу видимой Вселенной и оказаться за её пределами, необходимо двигаться быстрее скорости света, что невозможно с точки зрения законов физики. Кроме того, согласно теории Большого Взрыва, любая структура в космосе распределяется равномерно. Следовательно, существование единого небесного гиганта за пределами видимой Вселенной невозможно. И если это предположение всё-таки окажется верным, то речь тут идёт о действительно уникальной аномалии, которая, возможно, объясняется совершенно другими законами. Для того, чтобы объяснить природу тёмного потока, учёным пришлось пересмотреть некоторые положения в теории Большого Взрыва. И если предположить, что изначально Вселенная представляла собой нечто вроде множества из огромного количества сфер, нам открывается иная картина Вселенной, в которой существование таких явлений будет возможно. Некоторые исследователи считают, что гипотетически наша часть Вселенной когда-то могла быть чем-то вроде одной гигантской сферы, находящейся в общем множестве таких же. А затем она взорвалась и стала стремительно расширяться. Этим взрывом может являться гипотетически большой взрыв, а рост сферы – сегодняшним расширением Вселенной. При этом, согласно этой теории, бывшая сфера, то есть наша часть Вселенной, не потеряла всех своих свойств и продолжает взаимодействовать с другими Вселенными, которые имеют такую же форму. И именно их взаимодействие вызывает подобные движения звёздных скоплений, которые мы называем «тёмный поток». Безусловно, такое описание Вселенной – это лишь одна из попыток объяснить тот эпизод её эволюции, подробная информация о котором для нас скрыта. Однако именно изучение аномалий может в теории открыть для нас самые тайные места в этом процессе. Ещё одним объяснением «тёмного потока» может быть гипотеза, выдвинутая космологом и физиком-теоретиком Лаурой Мерсини Хоутен из Университета Северной Каролины. Согласно её мнению, «тёмный поток» может указывать на существование ещё одной параллельной Вселенной, которая миллиарды лет назад была квантомеханически сцеплена с нашей, а затем, после Большого Взрыва, отделилась. Таким образом, «тёмный поток» может быть связан с разрывом в структуре внешней стенки нашей Вселенной, которая образовалась в результате гипотетического отделения другой Вселенной. А сам «тёмный поток» объясняется тем, что в образовавшийся разрыв затягивается материя. И даже несмотря на всю необычность такой гипотезы, многие астрофизики по всему миру, если не поддерживают, то хотя бы не отрицают существование чего-то, что может находиться за пределами нашего понимания законов Вселенной. Например, известный физик-теоретик Стивен Хокинг даже построил математическую модель, с помощью которой доказал, что гипотетически в мире может быть множество макрокосмосов, похожих на наш. Но для того, чтобы понять, какая из перечисленных гипотез вероятнее всего может быть ближе к действительности, потребуется разобраться с тем, как устроено всё окружающее нас пространство. Обычные космологические модели предусматривают два основных принципа. Вселенная изотропна, то есть развивалась во всех направлениях и скорее похожа на шар, и однородна, то есть не имеет направлений и формы. Независимость от направления наблюдений называется изотерапия, а зависимость от направления – анизотерапия. Равноправие же всех точек пространства называется однородность. Наглядно это можно описать так. Где бы вы ни находились во Вселенной, картина окружающего пространства всегда будет примерно одинакова. Следовательно, Вселенная изотропна и однородна. Однако, если в своём космическом путешествии по Вселенной вы наткнётесь на движение огромной части материи в определённую сторону, это будет значить, что в некоторых участках Вселенная анизотропна. Следовательно, космологическая модель для них будет неверна. Космологические принципы определяют важные опорные точки для законов физики. Например, если Вселенная однородна, то физические законы одинаковы независимо от того, где вы находитесь во Вселенной, и крупномасштабные структуры вроде тёмного потока не могут в ней существовать. Кроме того, существует общепринятая иерархическая теория, согласно которой вначале все крупные объекты в космосе были маленького размера, но со временем они сливались, образуя огромные галактики. Однако с открытием аномалий мы столкнулись с явлениями, которые не вписываются в предлагаемую нами картину. Ведь тёмный поток невозможен в модели изотропной Вселенной. Кроме того, это явление нельзя назвать единственным примером настолько крупной и необъяснимой структуры. Например, крупномасштабным и неоднородным структурам, которые значительно превышают максимально возможные размеры и нарушают общие космологические принципы, относятся. Большая группа квазаров, обнаруженная в 1991 году, размером в 580 мегапарсек. Великая стена Слоуна, обнаруженная в 2003 году, размером в 423 мегапарсека. А также Великая стена Геркулес, Северная корона, размером аж в 10 миллиардов световых лет. Все эти объекты ставят под сомнение общепринятые теории о развитии и эволюции нашей Вселенной. И, возможно, самым интересным из них является именно тёмный поток. Само предположение о его существовании выдвигает ряд новых гипотез о том, как устроен видимый космос. Ведь если где-то в нём происходит не случайное, направленное в определённую точку движения галактик, это означает, что Вселенная может двигаться в определённом направлении. Это значит, что представление о огромных и неравномерных структурах, которые находятся за пределами космического горизонта, гипотетически может быть верным. Так или иначе, сегодня всё это только теории для подтверждения которых потребуется ещё огромное количество времени. И даже если тёмный поток всё же станет общепризнанным явлением, он, несомненно, породит ещё больше загадок. Несмотря на то, что человечество прошло огромный путь в изучении окружающей среды, данный феномен ещё раз подтверждает, что нам доступна лишь крохотная часть от всей информации. До недавних пор люди считали, что базовые принципы Вселенной это неоспоримая истина. Однако сегодня обнаружение новых аномалий в космосе снова и снова ставит это убеждение под сомнение. И кто знает, возможно, уже следующие поколения людей будут воспринимать Вселенную совершенно иначе. Субтитры создавал DimaTorzok